Детское радио представляет сериал Новые приключения Веснушки и Кипитоши Так, это я положила, это я взяла Мам, мне сегодня приснилось, что наш Кипитоша превратился в человека Кто-кто? Ну, Кипи... Ой, я хотел сказать наш чайник Ой, Веснушечка, налей-ка и мне чаю Ага, и вот знаешь, мы с ним стали гулять, в школу ходить Ну, как будто он мой младший брат, представляешь? А он и читать, и писать уже умеет, представляешь? Кто? Мам, ну я же тебе говорю, чайник наш, у меня во сне А наяву приходится ему кипяток кипятить Веснушка, поздно У тебя с тарелки упала вишня и прямо на юбку А ведь папа тебе говорил, не болтай, когда ешь Ну, мам, прости, теперь это пятно не отстирается, да? Иди скорее переодевайся, есть одно средство Алло? Ах, доброе утро, Ирина Сергеевна, что-то срочное? А я уже убегаю Что-что? С Артемкой? Ах, ожог! Ой, нет-нет-нет, никакого подсолнечного масла не лейте Пусть заходит к нам скорее Не волнуйтесь, Ирина Сергеевна, не волнуйтесь Артемка, заходи скорее, покажи руку Вот Так, срочно под холодную воду Я понимаю, очень больно, сейчас начнет проходить Это как же ты так обжегся, а? Я чаю хотел себе налить А чайник тяжелый И я мимо, а там кипяток Прямо мне на руку Держись, Артемка Сейчас тебе помогут волшебная госпожа Мась и господин Бинт Тоже волшебный? А как же! Ну-ка, давай вместе со мной Раз, два, три, ранка заживи Раз, два, три, ранка заживи Артемка, ты герой Повязка готова Веснушка, я убегаю, просто мчусь голопом Напои, пожалуйста, нашего пострадавшего чаем Конечно, мам, пока Артемка, чего стоишь? Пойдем на кухню У тебя мама доктор? Да А у тебя? Повар О, тортики умеет печь Здорово М-да Веснушка, мне не очень хочется чай пить Почему? У меня такой чайник волшебный Пойдем, познакомлю поближе Не-е-е, я уже с одним сегодня познакомился Поближе Видела, что с рукой? Ну и что, ты теперь до пенсии будешь чайников бояться? Не чайников, а кипятка Вот тебя бы так ошпарило Что бы ты сказала? Мой чайник меня никогда не ошпарит Он мой лучший друг Только это секрет Какой же он тебе друг? Он же разговаривать не умеет Он же металлический Поосторожнее, молодой человек Кто это говорит? Это я говорю Я, чайник Кипитоша меня зовут Жаль, что ты со своим чайником сегодня не поладил Привет, Кипитоша Я думал, что всякие тарелки, чашки Только в сказках разговаривают А почему это секрет? Потому что мама и папа не слышат Кипитошу И никто из взрослых Только дети Некоторые А взрослым разве расскажешь? А не сразу Что ты мечтаешь? Не болтай за столом Кипитоша Ты же все время на огне И внутри у тебя кипяток Это же так больно Ты что? Я же закаленный Даже нисколечки не больно У меня не кожа, а медь Хорошо тебе А я вот никогда теперь не буду горячий чай пить Лучше сок или компот А кипяток мне даром не нужен А если у тебя дома горячую воду отключат Что ты будешь делать? Вот у нас недавно не было горячей воды Так мы кипяток смешивали с холодной водой И мыли посуду И меня мама мыла теплой водой Из ковшика поливала, как маленькую Так весело было Кому как У нас, когда воду отключили, я сразу обрадовался Думал, теперь голову можно не мыть целых две недели Так моя мама тоже нагрела воды Во всех кастрюлях сразу И все-таки вымыла мне голову Шампунем Артемка, а мама у тебя, ты говорил, повариха? Не повариха, а повар Шеф-повар, между прочим О-о-о-о А заварные пирожные умеет печь? Какие-какие? Заварные пирожные Самые вкусные Эклеры, например Только я не знаю, а почему они заварные? Потому что их делают из заварного теста Моя бабушка-медная кастрюля Большая мастерица по этой части Так вот Чтобы пирожные получились воздушными Говаривала бабуля Нужен самый, что ни на есть Крутой кипяток Крутой? Кипяток-супермен, что ли? Ну, почти Это самый горячий кипяток Сто градусов по Цельсию Он бурлит почти как вулкан А когда он так бурлит Кипятоша выпускает из носика Целый столб белого пара Это потому, что горячая вода превращается в пар А откуда ты знаешь? Ты же только в детский сад ходишь В старшую группу, между прочим Кипятоша, а бывает другой кипяток, не крутой? Если внимательно-внимательно следить, как греется вода Ты заметишь, как на моем донышке скапливаются крошечные пузырьки Этот кислород постепенно выходит из воды Между прочим, очень щекотно Поэтому я начинаю слегка шептать Пузырьки такие крошечные, как бисер Или как глаза у рака А почему это именно у рака? А у кого еще такие маленькие глазки? Не знаю, у бабочки или у мухи Веснушка, я понял Бабочки и мухи не живут в воде, а раки живут А ты сообразительный, я смотрю Раки живут не просто в воде, а на дне реки Поэтому такой кипяток, я бы сказал кипяточек Назвали рачий глаз А дальше я знаю, эти пузырьки начинают подниматься вверх Да, и я начинаю шипеть громче Так, пощелкивать А называется такой кипяток рыбий глаз Кипятком рыбий глаз лучше заваривать зеленый чай А потом я начинаю так шуметь, так шуметь Пузыри становятся такие большие и так их много Что ой-ой-ой-ой-ой-ой И называется такой кипяток Шум ветра в соснах Как? Шум ветра в соснах О как! Таким шумливым кипятком можно заваривать черный чай Еще подбавишь огоньку и кипяток станет крутым А какой чай им можно заваривать? Вообще-то хранители чайных секретов, китайцы, попадали бы в обморок Если бы услышали, что мы собираемся заварить чай крутым кипятком Они так точно не делали Они называют такую воду мертвой Ой, почему? Потому что потому заканчивается на У Не знаю Ты у мамы своей спроси Или у папы А я знаю Потому что в таком кипятке Все зловредные микробы уже поумирали Тоже мне Это все знают А я вспомнил, зачем еще нужен кипяток Ну-ну Прошлой зимой мы купили машину И поехали на ней в гости Сидели там Чай пили с вареньем Мне еще самолетик подарили Маленький такой, синий Так, а где кипяток-то? У самолета был вместо топлива Подожди Мы когда из гостей вышли, было очень темно И жуть как холодно Хозяйка нас пошла провожать Добежали до машины, скорее хотели туда спрятаться А замок не открывается Папа его и так, и сяк И мама подергала И даже я Тогда хозяйка побежала зачем-то обратно в подъезд Мы ее ждали, ждали Я прыгал вокруг машины А у меня изо рта шел пар И вот хозяйка вернулась С чайником От него тоже шел пар почти до неба И вдруг хозяйка как плеснет Прямо на дверцу машины, где замок И как закричит Открывайте скорее И? Ну и открыли И поехали домой А потом папа купил размораживающую жидкость Чтобы не бегать за чайником каждый раз Алло, мамочка, привет Да мы тут все сидим на кухне с Артемкой И кипяток пьем Что надо сделать? Ага, конечно Ну что ты, мам, я всегда осторожна Пока Артемка, Кипитоша Мама дала мне ответственное поручение Заодно проверим волшебную силу кипятка Поможете? Конечно Ставь меня скорее на пледу А что надо делать? Сегодня утром я уронила вишенку Прямо себе на колени И теперь на моей желтой юбке Красная клякса Мама еще с утра хотела ее прогнать Но не успела А теперь нужно торопиться Мама сказала Если как можно быстрее Залить пятно от ягод или фруктов Крутым кипятком Теперь-то я знаю, что это такое То от кляксы не останется и следа Безнушка, а ты не боишься обжечься? Ну что ты, Кипитоша меня не подведет Тем более я буду крепко держать его за ручку Вот сейчас мы юбку расстелим в этом тазике Кипитоша, ты готов? Всегда готова Начинаем Я, пожалуй, отойду подальше Кребли-крабли-бумс Ух ты, сколько пара А где пятно? Ура! Его больше нет! Мы его прогнали! Вот спасибо тебе, Кипитоша Сегодня утром Когда твоя мама перевязывала мне руку Я думал, что кипяток А с ним и все чайники Ужасно противные и кусачие существа Ага, и обещал пить только сок и компот А теперь даже и не знаю Кипяток умеет выводить пятна от ягод Открывает замки И когда горячей воды нет в доме Тоже сгодится И для заварных пирожных Жаль, что кипятокшина бабушка Медная кастрюля Живет так далеко И не сможет нам прямо сейчас Приготовить пирожные Но зато у нас есть пряники А еще сушки Белый хлеб И варенье Ого! Тогда мы закатим целый пир Ну что? Пьем мы чай, Артемка? Или нет? А, была не была Вскипятись, пожалуйста, кипятоша Чтоб вода как ветер в соснах зашумела Да! И тогда у нас получится Самый вкусный кипяток И мы заварим Самый настоящий китайский чай Веснушка А кто утром переживал Что кипятоша ничего делать не может Только чай кипятить? Кипятош, я всегда знала Что ты у меня Самый умный чайник Но даже не догадывалась Какой ты умелый И хозяйственный Да и кипяток кипятить Не простое дело А целая наука Ой-ой-ой, ну ладно Захвалила совсем Доставай скорее варенье Приятного аппетита! Новые приключения Веснушки и кипятоши Продолжение следует